Любая громкая смерть в РФ, а также слухи о ней, кому-нибудь да нужны. Даже самый завалящий представитель русского мира в дохлом корешном виде может стать поводом для принятия тех или иных решений. Или предъявления обвинений, или на худой конец может превратиться в какой-нибудь символ чего-нибудь скрепного. Но, к сожалению, не о каждом из них можно сказать с уверенностью. Пациент скорее мертв, чем жив. В общем, сейчас будем говорить о Лаврове. Появилась информация, что он склеил ласты. Самым предусмотрительным в этом смысле российским дыхляком был Жириновский. Как бы вы хотели умереть? Дома, в кровати. Я даже дату наметил уже, не буду говорить, а то будут ждать этой даты или еще что-то случится. То есть не в больнице и не в судорогах, а просто как бабушка. Она встала в 8 утра, попила водички и полдевятого ушла в мир иной. То есть спокойно умереть без операции, без каких-либо проблем. И дома. Но, как говорят украинцы, не так сталося и обожалуся. Давайте откроем матрешку и узнаем, в каких целях русские используют своих мертвых скрипоносцев. Почему скрывают смерть некоторых из них? И зачем распускают слухи о кончине скрипоносцев живых? И начнем мы с Владимира Вольфовича. Черный род Кремля и по совместительству лидер ЛДПР отправился в ад совсем не так, как планировал. Он умер в больнице от последствий ковида, которым панически боялся заразиться. 25 марта 2022 года российские СМИ сообщили о его смерти. Но эта информация была гневно опровергнута однопартийцами Жириновского. Наконец, почти через две недели, 6 апреля, появились сразу два сообщения. Первое в твиттере ЛДПР. Владимир Жириновский жив. Ждем полного выздоровления. Второе сообщение одновременно с первым озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Тяжелой и продолжительной болезнью скончался Владимир Вольфович Жириновский. После этого скрывать факту бытия жириковат стало уже невозможно. Но почему эту новость так долго держали в секрете? И зачем озвучили именно 6 апреля? Понятно, о чем все говорят. Буча – изверствие преступления российской армии в Буче. Что умеет Кремль? Он отлично умеет выдавать новости, которые по содержанию не имеют никакого значения. Извините меня, смерть Жириновского, она, ну, давайте уж прямо смотреть откровенно, система как-нибудь справится. Но с этих самых пор из черного рта Кремля Жириновский превратился чуть ли не в пророка. А в головах русских маргиналов еще и в спасителя отечества. Я его помню, когда в армии нас гнали на выборы в 93-м году. И все офицеры нам говорили, голосуйте вот за этого парня, за Владимира Вольфовича, потому что только он русских спасет. При таком таланте, то умирать, то оживать, у Вольфовича не было ни единого шанса избежать конспирологии. Не могли бы вы пролить свет на смерть Владимира Вольфовича Жириновского? Есть мнение, что он жив и отдыхает где-то на островах. Да, Вольфович теперь отдыхает. В аду третий котел слева. И у него теперь есть новый сосед с таким же талантом. Любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке. После мятежа и провального похода ЧВК «Вагнер» на Москву самолет с Евгением Пригожиным был то ли сбит, то ли взорвался в воздухе над Тверской областью. Сбили, бабахнуло в два раза, взорвалось, падает. Ты посмотри, падает. После чего в путинской администрации и ФСБ обсудили, как правильно похоронить Пригожина. Задача состояла в том, чтобы при опускании гроба с телом Пригожина в могилу не было массового скопления граждан, наемников и сочувствующих, а также трансляций и фотографий в социальных сетях от входа на кладбище. Нужен ли был Кремлю герой, шедший на Москву? Нет, конечно же. Так что зарыли по-тихому. С этих самых пор Пригожин периодически воскресает и мерещится. То в Африке, то в Израиле. То есть по данному раскладу я вижу, что Евгений Пригожин жив. Жив, он находится сейчас на Кубе, был в Венесуэле, сейчас на Кубе. Он планирует вернуться в Российскую Федерацию. Я знаю, что он жив. Он просто скоро вернется и покажет всем свою силу. Но мы не будем ожидать второго пришествия Пригожина. Ведь зомби-апокалипсис еще не настал. Давайте вспомним того, чьего возвращения уж точно никто не ждет. Наоборот, ждет он всех скрипоносцев у себя на концерте. Уроженец украинского города Часов Яр Иосиф Кобзон поддержал аннексию Крыма и оккупацию Донецкой и Луганской областей. За что был объявлен в Украине персоной нон-грата и лишен всех украинских званий. И тогда Кобзон придумал себе новое звание – «Луженая глотка Кремля». Наши враги, эти украинские марионерки, они должны понять, что нельзя покорить Донбасс. Бандера, Петлюра. Американцы по сей день, они их финансируют. Это хуже, чем фашисты. Так российская пропаганда и якобы нежно любящий Украину Неньку Кобзон спелись в обличении укра-бандера-нацистов. Певческий репертуар Кобзона тоже обогатился. Например, он спел реквием по террористу Мотороли. От свинцовых роз падали в снег с разбега. Приняв все возможные награды от так называемых республик и получив псевдопаспорт ДНР, Кобзон отправился готовиться к своему главному концерту. Ведь публика уже начала собираться. И в первом ряду уже скучал воспетый Кобзоном Арсен Павлов по кличке Моторола. Ростовский автомойщик, бандит и убийца, расстреливавший украинских военнопленных, Моторола вполне мог бы спеть дуэтом с Кобзоном. Украина – это просто инструмент воздействия. Инструмент воздействия. Это люди-пешки. Как и руководство, как и в СССР, территориальные батальоны, батальоны нацгвардии – это все пешки. Которые управляют сверху, управляют конкретно с запада. На украинском Донбассе Моторола отличился, женился и убился. Моторола убит. Светлая память. Настоящий герой. Его взорвали вместе с лифтом. И, конечно же, в смерти Моторолы тут же обвинили Украину. Но Арсена Павлова ликвидировали свои же. В рамках раздела, так сказать, сфер влияния. А проще говоря, корыто в виде отжатых украинских магазинов метро и АТБ. И сделано это было при помощи российских спецслужб. Ведь только они могли иметь доступ к дому, где проживал Моторола. А дальше... Милонов предложил присвоить имя Моторолы школе в Петербурге. Из кабинета Моторолы? Представляете, у него был кабинет! Сварганили музей. На родине поставили памятник. А на стену школы, где он плохо учился, повесили доску. Но самым лучшим памятником на наш вкус стала восковая фигура Моторолы со товарищей. Как поется в одной русской песне, я его слепила из того, что было. По этому принципу в России лепят всех героев. И героинь, конечно. Например, Дарью Дугину. Дочь идеолога русского мира Александра Дугина, пропагандистка и украинофобка Дарья, взлетела в воздух вместе со своим автомобилем. И папаша Дугин тут же попытался водрузить дочурку на Знамя Победы. Она жила во имя Победы. Она погибла во имя Победы. Наши русские Победы. И, конечно же, в покушении на Дугину тут же обвинили Украину. И исполнители, и заказчики. А заказчики находятся в Киеве. И заказчик, лично господин Зеленский, они обязательно пристанут перед судом международного трибунала. По версии ФСБ, бомбу под машину Дугиной заложила гражданка Украины Наталья Вовк, которая якобы служила в полку Азов. Но Наталья Вовк в полку Азов никогда не служила. Версию же о причастности Азова к убийству Дугиной в полку назвали подготовкой к трибуналу над азовцами. Таким образом Россия подогревает общественное мнение своих граждан по поводу необходимости судилища. У этого теракта была еще одна цель. И вполне конкретная. Таким способом российские спецслужбы хотели повысить общественную поддержку войны и обосновать необходимость дальнейшей мобилизации. Также есть версия, что покушались вовсе не на Дарью, а на ее папашу, который в последний момент передумал садиться в ее машину. Это было покушение на ее отца. Убийство такого человека, как Дугина, Дугин, покушение на него, это попытка резко взвинтить ставки и открыть настоящую охоту на внутренних врагов. Но кто теперь помнит об этой Даши? И кому нужен ее папаш? Да никому. Поэтому переходим к самому главному российскому покойнику. 26 октября президент России Владимир Путин скончался в своей валдайской резиденции. С этим эстрадным номером вот уже почти год выступает российский политолог Валерий Соловей. Если коротко, Путин умер, лежит в холодильнике, а его роль успешно исполняют двойники. Смерть Путина скрывают? Ну и что? Первый раз, что ли? Смерть Гейдара Алиева, Уга Чавеса и Ислама Каримова скрывали три месяца. Смерть Жириновского скрывали месяц. А теперь ищем, кому выгодно. Прежде всего, подобные теории заговора выгодны самой власти. Они позволяют отвлечь внимание от реальных проблем и посеять в информационном поле хаос, подменив актуальную новостейную повестку фейком. Так, в октябре, когда фейк был запущен, на второй план отошли ядерные учения, которые проводила Россия. Но подобные фейки многозадачны. Они работают не только на внутреннюю, но и на внешнюю аудиторию. Например, на глав европейских государств. Чем давать Украине современное оружие и рисковать мировой безопасностью, если Путин все равно умирает и после него война закончится? К счастью, рассказням профессора Соловья верит уже ничтожно малое количество людей. Но мы, конечно, надеемся, что когда-нибудь он окажется прав. Ну а что же наша якобы отбросившая копыта грустная лошадь лавров? Даже если Сергей Кислица, наш поспред, поторопился с подобными радостными новостями, это все равно произойдет. Потому что они все равно все 70+. Да, никто не вечен под луной. Но все же. Как же надо прожить жизнь, чтобы твои смерти так радовались? Наверное, такие же чувства вызывала смерть Риббентропа, Геббельса, Геринга, Гитлера. Главный российский дипломат Сергей Лавров сделал все возможное, чтобы само понятие дипломатия в России прекратило свое существование. А ее место заняли манипуляции, ложь и агрессивное хамство. Запад не хочет избежать эскалации. Запад, по-русски говоря, нарывается. Это совершенно все неважно. Жив Лавров, не жив Лавров, мертв он или нет. Нет, в путинском конструкторе все детали заменяемы и найти столь же бесстыжего. Типа, не будет никакой проблемы. Согласны. Лаврова вполне смогут заменить Маша Захарова или Димон Медведев. Шансы у них равны. Оба пребывают на одной и той же стадии алкоголизма. А их публичная хамская риторика идентична. Так что следим за новостями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова